Пусть всегда будет солнце Пусть всегда будет солнце Пусть всегда будет небо Пусть всегда будет мама Пусть всегда буду я Вскоре мама похвасталась результатами эксперимента своей подруги детскому психологу а та в свою очередь поведала эту историю в журнале «Родной язык в трудовой школе» Прочитав статью, поэт Корней Чуковский процитировал Четверостишье в книге от двух до пяти а в 1961 году по иллюстрации из книги Корнея Чуковского кто-то додумался сделать плакат который и попал на глаза поэта Льва Ашанина Дописав четверостишью куплеты Ашанин показал стихотворение композитору Аркадию Островскому и уже через год в исполнении Майи Кристалинской песни впервые прозвучала на всесоюзном радио а в том же году в исполнении Тамары Мянсаровой украсила собой восьмой фестиваль молодежи и студентов проходивший в Хельсинки где песню и услышал Стиг Андерсон директор шведской фолк-группы Хатанани Сингерс песня настолько ему понравилась что он попросил клавир песни у композитора Островского как раз тоже приехавшего на фестиваль Островский безо всякой задней мысли клавир предоставил каково же было удивление когда спустя год в Швеции вышла пластинка той самой группы Хатанани Сингерс с любовным шлягером Габриэла музыка которого ни на ноту не отличалась от мелодии Аркадия Островского авторами песни числились Стиг Россенер и Бернт Томас однако поскольку опыта авторских разборок все времена не было в союзе композиторов Островскому порекомендовали на плагиат шведов махнуть рукой щекотливости ситуации добавило то что спустя 10 лет укравший мелодию Стиг Андерсон стал директором квартета Абба а вокалист группы стал одним из ее голосов и авторов это был Бьерн Ульвюс новые откуда ноты растут не пропустите завтра здесь и пусть всегда будет солнце пульс махнуть махнуть когол Продолжение следует...